Значит, я просмотрел комментарий Любовича и хотел сделать следующий комментарий. Значит, просмотрел я всего лишь один раз и сделал определенные заметки, то, что он, скажем, говорил, опровергал. И хочу заявить следующее. Значит, пойдем по его речи, как он говорил, все, это я сейчас тоже выскажу свою позицию. Значит, он начал с того, что я опубликовал о том, что люди заявляли, что на них было определенное давление, шантаж, мошенничество со стороны должностных лиц. В том числе он упомянул о насилии. Значит, да, как такового насилия не было и нигде об этом я не говорил. То есть никому уши не обрезали и никого в петлю не сажали. Но здесь другое. Здесь был чисто служебный шантаж. Значит, данные деяния это были со стороны должностных лиц. То есть конкретно Мацко и председатель наблюдательного совета Линзио. А также потом подключился и Романский. Значит, данные действия подпадают под статью 364 злоупотребления служебным положением. 364.1. Также 366.1. Это подделка документов. Ну, подделка документов я еще дойду. А так как это еще было, когда действовал еще кодекс ОРССР, то также это статья 165, 143 и 84. Ну, не будем углубляться в статьи. Вот скажу дальше по тексту, что он говорил. Значит, он упомянул, что позиция официальных органов власти, что нема складу злочину. Значит, да, была действительно отписка с правоохранительных органов, что нема складу злочину. Но потом было следующее заявление, где были дополнительные материалы. И в настоящее время пришел ответ, что все эти материалы идут в настоящее время на стадии рассмотрения. Кроме того, мне хочется сказать, что, учитывая ту коррупцию в нашей стране, без денег очень проблематично добиваться правды. Ведь, если вспомнить, что такое преступление. Вот преступление, оно имеет, скажем, четыре основных составляющих. Объект, преступление, субъект. То есть, кто совершил объективная сторона, субъективная сторона. И все эти стороны присутствуют. То есть, достаточно, скажем, прочитать некоторые показания людей, которые официально подавались. Значит, зачитаю всего лишь первых два. Тут у меня приведено где-то штук 10 выписок. Значит, дело в том, что я представляю по доверенности нотариальный интерес этих людей. Поэтому я имел право ознакомливаться с материалами дела. Пока что не уголовного, а это пока что материал, который рассматривается. Вот. И вот, как бы, я зачитаю. Значит, особливо жестко Москопу ставил це питание приблизно в середине 2008 року. Он собирал нас с начальниками цехов и отделом в актовом зале и сказал, «Ви тут думаете, что сбором акций буду заниматься только я? Глибоко ошибайтесь. У кого работники не сдадут акций, тот пойдет за ворота. Даю вам сроки три дня». Боячись втратить работу, я, згажаючи на шантаз та погрози, змушеный был продать свои 6-7 акций по символичной цене, а саме по 100 гривен. Хотя, на мою думку, одна акция коштувала дороже 300 евро. Таким чином, у меня было ушукано мать же на 200 тысяч гривен. Это и свечень колишнего начальника энергетического цеха. Значит, поясню, что каждый начальник поддался, ну не каждый, а большинство руководящего состава начальника, к сожалению, поддалось на этот шантаж, и боясь увольнения, начали работу с работниками. Хотя, вот, было два начальника, которые не поддали на шантаж, это опять-таки вот этот Иваненко, который просто донес волю директора, и сам же написал, скажем, заявление о том, что он согласен продать акции, но это было под давлением. Вот, это ради того, чтобы остаться работом, работать. Но, впоследствии, на него началось психологическое давление, из-за того, что он не смог уговорить своих остальных работников, чтобы те написали, сдали акции по символической цене. И, таким образом, его, фактически, он был вынужден написать заявление по собственному желанию, хотя ему очень хотелось еще работать. Но работать было невозможно. Был еще один, также, начальник. Это, кстати, был мой одноклассник, и он единственный из начальников, который позвонил и спросил, что ему делать. Я ему сказал, значит, не лезь в это дело, потому что будешь иметь проблемы. Все это противозаконно. Расскажи людям, что тебе отдали такую информацию. Но ни в коем случае никого не шантажируй. Что он изделал? Он просто донес вот эту информацию. Ну и, конечно, сейчас он со своей должности, в принципе, смещен ниже по уровню. И часть людей оттуда также убрали. А вот еще приведу, ну, еще один пример, я думаю, будет достаточно. Значит, вот простой работник пишет. Каждый мой рабочий день начинался с того, что меня вызывали к мастерам, где почти всегда был начальник цеха. Они мне передавали требования директора. Если не сдашь акции, уволить. Начальник цеха так и говорил, вы продаете акции не мне, но я вынужден буду вас уволить. Меня не пустили на рабочее место и сказали, что у меня вариант только один – отдать акции. Я вынужден было согласиться. Меня одну посадили срочно в микробус и повезли в банк на Подоле. Там я подписал документы. Никаких бумаг мне не дали. Я был так расстроен, что в этот день даже не смогу работать. У меня повысилось давление, болело сердце, голова. Вот всех этих переживаний и обидов меня просто обобрали. Вот не обобрали. Почему директор Мацко может владеть всем тем, что еще недавно принадлежало всем нам, сотрудникам КЗШВ и вообще в Украине? Никто нас не спрашивал, никто с нами не обсуждал эту куплю-продажу. Как можно такой завод, приносящий прибыль государству, продать немцам по своему собственному усмотрению? А потом в цехе появились цветные буклеты, где была фотография немца. Счастливо и довольна. Еще бы. Нового хозяина КЗШВ и была информация, что он купил 75 акций завода. Вот эти, кстати, буклеты, где, как работник пишет, немец счастливый и довольный. И как она здесь, восклицательный знак, пишет еще бы, потому что за полтора миллиона гривен купить такое предприятие, это извините, как говорится. Далее идут подобные свидетельские показания, но я думаю, хотя бы и двух этих достаточно, чтобы понять. То есть мы на лицо видим состав преступления. То есть злоупотребляя служебным положением, должностное лицо заставило людей сдать акции первоначально в его пользу, а потом вот он как бы эти акции продал дальше. Значит, кроме того, вот преступление также, вот это что, он приобрел фактически для себя 75%, повлекло тяжелые последствия, которые выразились в единоличном фактически принятии различного рода решений. Это, например, заводу принадлежало нежитловое помещение 500 метров квадратных. Вот свидетельство о собственности. Значит, здесь указано, что оно принадлежало закрытому акционерному обществу Киевский завод Шампанский Квинт Столичный. Зарестрировано в БТИ, как положено было. Ну, потом вот с решением как бы директора, вот якобы на собрании, оно уплыло совершенно на другое предприятие, которое передало дальше еще. А это предприятие было, вот, клон так называемый, который люди неоднократно говорили, то есть, столичный завод шампанских вин, где директор имел 70% акций, и оно было подконтрольно ему. И в это же предприятие люди сдавали вот эти акции, установив вот на хранение. Вот, вот как раз он перебросил это туда. Туда попали и товарные знаки, часть товарных знаков, которые тоже были вот проданы немцам. Значит, ну, я говорил как бы уже о коррупции, вот, и буду очень надеяться, что те попытки президента, они все-таки приведут к успеху, вот, и коррупция, пускай хоть и не полностью, но в общей своей массе будет преодолена. Вот, и я верю в это, что это возможно. Ну, для этого очень много нужно работать, вот, и совместными усилиями, я думаю, что хотя бы основную массу можно будет побороть. Далее я смотрю, что Женя вспоминал об австрийских немецких судах, то есть он грозил мне немецкими судами. Я скажу на это, что я гражданин Украины, вот, и я верю в то, что мое государство защитит меня, тем более, что я не говорю какой-то информации, которая не соответствует, я говорю то, что произошло реально. И нужно вспомнить еще слова Александра Невского, кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Ведь к нам пришли с мечом, вот, если бы, так называемый инвестор действительно, вот, развивал предприятие, отечественное производительное, ну, все происходит полностью наоборот. Вот, вытаскиваются деньги, вот, из предприятий, которые идут за рубеж, за те же роялки, за, завод платит, неоднократно платит миллионы гривен за старое оборудование, вот, которое немцы бы списали, ну, зачем списывать, если можно все это сдать на завод. Вот, и это же было сданно не бесплатно, как подтвердили уже свидетели, вот, которые, например, сами же это оборудование и растомаживали. Вот, то есть это все было за средства завода. И тогда же вопрос, а где же все-таки инвестиции, вот, в чем они выражаются? В том, что они забрали у завода прибыль. Вот, вот, ну, надеюсь, когда-нибудь на территории завода есть средства. Может, когда-нибудь мы назовем, если будет победа, его Чудским. Надеюсь, меня понят. Значит, далее Любовь вспоминает о статьях Хозяйственного кодекса, что я вырываю это с контекста. Что, мол, по этим статьям предусматривалось достаточно, чтобы было объявление на доске. Значит, скажу сразу, вот, я распечатал статьи, те, которые действовали на тот момент. То есть, статья 43-я Хозяйственного кодекса, это на то время, когда происходила дополнительная миссия. Значит, согласно этой статьи, вот, кроме того, что идет уведомление всех акционеров, предусмотренное уставным способом, то, кроме того, идет обязательное публикование в прессе. То есть, как здесь говорится в місцевой прессе, за месяц заходжениями акционеров на товариство, в одном из официйных друкованных выданий Верховной Ради, Кабинетом Министров или Державной Комиссии, из этих паперов, где публикуется порядок ден. И потом, если до порядка ден включено питание про измену Статутного фонда акционеров на товариство, то одночасто с порядком ден друкуется информация, передбачена статьей 40. Ну, статья 40, тут целый ряд пунктов, что должно быть вот этой информацией. Далее следует, вот как раз то, что намекает любой, что если повестка дня может быть дополнена за 30 дней, потом, если лицо владеет более 10% акций, как, например, Мацко, то он должен это довести за 10 дней в порядке, предусмотренному Статутом. Ну, возвращаемся к тому, что здесь вот указано. Здесь указано, как я уже читал, если до порядка ден включено питание про измену Статутного фонда акционеров на товариство, то одночасто порядком ден друкуется информация, друкуется информация. То есть это один из вопросов, который, получается, не подпадает под ту категорию, то есть любой вопрос можно было бы дополнить, кроме этого. То есть, измену Статутного фонда. А измену Статутного фонда, это имеется в виду как раз дополнительная миссия. То есть, получается, что господин Любович в данном случае чисто лукавит. Кроме того, никаким доступным способом не было. И это, то есть, даже, как он говорил на доске объявлений, ничего подобного не было. Это говорю я как свидетель, потому что я помню, что в день, нет, за день, когда было собрание, висело действительно объявление, но оно там указывало, что такого-то числа состоится общее собрание акционеров, без повестки дня. Также мои слова подтверждаются официальными показаниями акционерам, которые предоставлены были в прокуратуру. Значит, я их как раз сейчас зачитаю. Значит, питание другого эмиссии на жодных загальных сборах акционеров взагалі не разглядалось. А я не пропустил жодных. Все было решено за спину вне працівников завода. И свечень колишнього працівника митного відеозаводу Кривянок. Далее, следующее показание. Стосовно додатковых выпусков акций за открытие личной, я ничего не знаю. И на данный момент, и на данный момент не знаю. Меня не поведомляли жодных с ведомым способом. И тому акции другого выпуска я не куплял. Подобные показания, как я видел на видеокамере, давал. Это, кстати, показания Сологуба, працівникамтертранспортного цеха. Также показания, помню, давал на видеокамеру Ющенко, который тоже заявил, что никаким способом его не уведомляли. То есть, то, что, например, говорит Любович о том, что якобы висел даже на доске объявлений, оно не соответствует действительности. То есть, это прямая ложь. Вот. И, как я уже указывал, что этот пункт как раз не распространяется, чтобы его вывешивали. Это должно было печататься. А печать, оно не печаталось. И все это вот, что, вот это нарушение отразилось в акте комиссии по цене Буглама города Киева, которая прожила в 2009 году. Значит, вот акт комиссии 2009 года. Как раз комиссия от 2009 года, она и подтвердила вот это нарушение. Значит, где указывают, а знаки поручений вымок статей 43 про господарское товариство. Не было опубликовано загальнее поведомление сборов у местной прессы за местным находением товариства. Значит, ну и расписывают вот эту 43-ю статью, как это все должно было происходить. Вот. И что пишет, что это все является нарушением. Ну, читать не буду, тут даже две страницы. Это перечень вот этих нарушений по второй эмиссии, что не было публикации. Вот. И как подтверждение вот всего, так же еще скажу, что я там указывал, что документ был подделан. Вот доказательства. Значит, вот протокол общего собрания, копия. Здесь указывается повестка дня. Значит, один из повестки, из вопросов, шестой, сбившение статутного фонда. Значит, дальше способ сбившения статутного фонда шляхом выпуску додатковой килькости акций. Значит, а теперь, вот здесь указано, ну, как я уже говорил, что это должно было обязательно опубликовано быть, если вот сбившение статутного фонда согласно той статьи 43-й, то такой публикации не было. Ну, я раздобыл такую публикацию, но эта публикация не соответствует порядку повестки дня, порядку денному. То есть, публикация, значит, от 29 декабря 2000-го года, значит, бюллетень «Синий папер Украины». Значит, повестка дня, вот очень мелко указано. Значит, нет, здесь шесть вопросов и ничего. Нету об этом вопросе, об изменении статутного фонда и выпуске дополнительных акций. Также вторая публикация газета «Ализа». То же самое, та же самая повестка дня и тоже эта повестка дня опубликована не совпадает и с данным протоколом. В соответствии с этим можно прийти к заключению, что данный протокол является подделкой, фальсифицированным. Учитывая вот эту проверку, которая произошла, и учитывая, что комиссия нашла не только это нарушение, а и множество других нарушений, данная комиссия вышла с предложением на центральную комиссию по ценных бумагах, где сказала, что так как вот эти все нарушения были на протяжении всех годов, имели непрерывный характер, то, вот, зачитаю. Враховывая, что выше наведение порушений, которые были выполнены эмитентом за столище, и наследие, которые привели к порушению правоакционеров, вважаемо за доцельность метою захисту и поновлення правоакционеров, рассматривать вопросы щодо скасирования додаткового выпуска акций КЗШ в количестве 22 400 штук, аннулировать там такие-то свидетельства и выдать новое свидетельство. То есть это бы означало возвращение в первоначальное положение. Ну, как бы, к сожалению, комиссия по ценных бумагах, вот, значит, это предложение комиссии по ценных бумагам города Киева, которое вышло с предложением на центральную комиссию. Но, к сожалению, никаких действий со стороны центральной комиссии не последовало. Вот, это предложение так и осталось предложением. Кроме того, комиссию также обращались коллективно, акционер вместе со мной. Был формальный ответ, видя, что да, действительно такие нарушения были. Вот, а что для этого нужно, какие действия предпринятия, насчет этого ничего не было сказано. Вот, поэтому, ну, не знаю, если это нельзя назвать аферой, тем более, что господин Любович, это ж, я же не говорил, что он там не профессионал. Он, да, я считаю, что он действительно профессионал, вот, хорошего уровня. Вот, и когда еще, как я говорил, работал на дочернем предприятии, а не на основном, не на заводе, вот, то я как бы со стороны так видел, как он готовил эти бумаги. То есть он готовил все вот эти собрания, протоколы, вот, и относился очень скрупулезно. Поэтому я не верю в то, что якобы он там чего-то не досмотрел. Все это было спланировано. Вот это как бы понятно с этих бумаг, и то, что он посылается на статью, он просто пытается запутать. А вот я прочитал, что да, это должно, если касалось увеличения установленного фонда, оно должно все-таки быть опубликовано. Ну, и люди подтвердили, что даже на доске объявлений ничего подобного не было. Так, далее. Значит, по своему рассказу, ага, вот он даже, он вспоминает о начальнике юридического отдела Заленской. Значит, Заленская. Она была действительно начальником юридического отдела на то время. Вот, и привел ее, то есть был ее протеже непосредственно он. Я не хочу ничего плохого говорить о данном специалисте, так как он мне ничего плохого не сделал, вот, и поэтому этот я вопрос упущу. Но единственное скажу, что вот дисконт Альфа, где фамилия директора дисконт Альфы Заленской, которая стала от начальника юридического отдела на то время Киевского завода шампанских вин. Дисконт Альфа. Кроме того, когда перечислялись деньги дисконт Альфа, неоднократно директор упоминал так, что Женя хозяин дисконт Альфа, или там совладелец, вот так, просказали, взяли такие слова. И когда платил дисконт Альфа, подразумевалось всегда его. И на суды, когда платил дисконт Альфа, ходил почему-то он. Если он говорит, что никакого отношения не имеет, то чего же ты бесплатно ходил, если платил дисконт Альфа, а ты был представителем. Значит, ну, я все-таки подразумеваю, документов у меня именно нет, о том, что он там был учредителем, потому что это как бы внутренние его документы. Но если мне надо будет, то, в принципе, я смогу достать и, если что, доказать, что он имеет отношение к дисконт Альфу. Хотя тут и так понятно. И бухгалтерия наша знает, если что, бухгалтера могут подтвердить, что когда говорили, что нужно перечислить Жене деньги, то они перечисляли на дисконт Альфу. Далее. Женя упоминает, что заявление акционеров о том, что они сдали акции на хранение с 2003 года по 2009 год никаких не поступало. на это я могу сказать следующее. Он опять лукавит. Людям, кто говорили в 2003 году, как следует из показаний, что их заставляли сдавать под давлением уставной фонд. И когда это все произошло, все уже как бы думали, что они действительно находятся на хранении. И это только произошло в 2007 году, когда продали фирме Хенкель. Только тогда люди узнали, что они сдавали не на хранение. А чтобы подтвердить свои слова, я также зачитаю отдельные показания. Значит, показания главного инженера Ковалева, которого также, как и замдиректора, постигла та же судьба. То есть, его съели, он не смог работать, уволился. Значит, вот его показания. Одна из компаний директора проходила под лозунгом, кажется, 2003 год, сдавать акции на хранение в ЗАО-2, то есть столичный завод шампанских вин. Якобы спрятать их от бандитов и соблазна работников продать свои акции на сторону. В противном случае, не сдавший акции, будет воровом коллектива и лично его. И людям, учитывая, какой был прессин, пришлось сдать акции на хранение. Как мы все думали, в том числе и я, в ЗАО-2. За несколько месяцев до появления фирмы Хенкель, конец 2007 года, директор Москва собрал общее собрание членов трудового коллектива. Это не было общим собранием акционеров, на котором он озвучил, что у нас, для всех нас, есть радостная вещь. Он нашел инвестора, готов влиться в наши предприятия. Тогда я встал и озвучил свое предложение. Если появился инвестор, мы сдали свои акции на хранение, то пора нам эти акции вернуть. Так как понятно, что инвестор захочет приобрести часть акций. Поэтому пусть каждый член трудового коллектива, сдавший акции на хранение, после того, как вернутые в акции, решит, что делать со своим пакетом. Если будет продавать, то пускай каждый определится с ценой своих акций. После этой озвучки, этого предложения, директор несколько замешивался, но затем с явной злобой сказал, что он уже продал свои акции этому инвестору по 33 гривны за штуку. Что мы все должны тоже продать по такой же цене и еще должны сказать за это спасибо. Так как, если бы пришел кто-то другой, то мы бы вообще, как он выразился, получили дулю. В конечном итоге, акции к нам не вернулись, а была выплачена за них цена, не соответствующая их реальной стоимости. За мои акции в количестве 600 штук, которые у меня обманным путем отобрал Мацко, я, по моему мнению, недополучил около 200 тысяч долларов. Вот, из показаний бывшего главного инженера завода Ковалева Николая Николаевича. Вот, тоже показания, схожие из замдиректора Беликова. Дальнейший же отбор директором уже распределенных акционеров акций осуществлялся при помощи обычного шантажа. При каждом удобном случае на планерке, на встречах работнику производства постоянно говорил о том, что, чтобы избежать соблазна кому-либо членам трудового коллектива продать акт на основную сторону, необходимо, чтобы все члены трудового коллектива отдали ему акции, якобы на сохранение, которые он, когда придет время, вернет. Кто же этого не сделает, тот не думает о заводе, о коллективе и будет врагом лично его. А значит, со временем будет однозначно уволен. В конечном результате у директора оказалось 75% акций КЗШВ столичных, которые он без какого-либо согласия и уведомления трудового коллектива продал немцам, как я потом узнал, по официально символической цене. В эти 75% вошли и мои 150 акций. Вот из показаний бывшего заместителя директора экономических вопросов Беликова. Ну и еще одно простого работника показание видержку. Но эти доводы влияют не на всех. Частина акционеров оставила акции при собе, утримавшись от сдачи на збережение. Виходов у меня не было. Під тиском своего керевника такого-то и погрозами не сдастся акции пидешь за ворота, я сдала свои акции на збережение, потому что до пенсии остались в следующем году. После продажи в 2007 году Мацком 76% акций казались в столице немецкой фирмы Хенкель люди зрозумели, что они передали ему акции не на збережение, а на властность. Значит, тут как бы еще Женя указывает то, что люди подписывали, они должны были видеть то, что подписывали. И мол, что я сам говорю, что такие договора подписывались. Значит, говорю следующее. Люди людям не давали читать то, что они подписывают. Кроме того, оказывается, как потом я уже узнал, фактических договоров купли-продажи не было подписано. это уже выяснилось в процессе. Значит, то, что я когда-то указывал, что должны были подписывать, по, скажем, моему личному расследованию поступила такая информация. Значит, вот заявление. это бланк, который людям давали подписывать. Значит, на руки получается, что никому вот это заявление не давалось. Но получилось так, что один из акционеров, Кривенок, вот, он не захотел сдавать категорически. Вот, и зная, что он единственный кормитель, и его не уволят, он отказался давать и припрятал вот это заявление. Таким образом, вот такой бланк и попал к нему, а он уже как бы передал мне. То есть, на руки людям вот это не давали. Значит, согласно этого бланка акции менялись один в десяти. То есть, за одну акцию основного предприятия давалось десять акций от клона, пустушки, где вот фактически на то время обмена ничего не было. И указывалось, что это вот это заявление рассматривают как договор купли-продажи. Вот. А договор купли-продажи не было. А запутали людей тем, что был подписан договор купли-продажи, но несколько позже. Но этот договор купли-продажи был не о продаже акций ЗАО-1, а о продаже акций ЗАО-2. то есть 2007 год, то есть когда должна была произойти сделка с Хенкелем, извиняюсь, приболее, с Хенкелем, то, чтобы стать забрать еще акции ЗАО-2, потому что в 2003 году ЗАО-2 не имело ничего, то есть это была пустушка, и акции ничего не стоили. А в 2007 году, то есть прошло получается 4 года. Эти акции уже имели стоимость, потому что за средства завода директор приобрел акции совхозов, а за ними там десятки, сотни, а может и тысячи гектаров земли. И, соответственно, эти акции тоже имели стоимость. И когда вот возмутились люди, что что же вы нам вообще ничего не заплатили, то есть одних там заставляли напрямую продать, те, кто не обменял в основной фонд шантажом. То есть вызывали там кабинет, говорили, что не сдашь, значит будете уволены. И люди подписывали, вот по сто ревенам отдавали. А возмутились те, которые сдали просто якобы на хранение, но у них уже на руках ничего не было. И вот сказали, как люди поясняли, что в порядке доброй воли директора благодетеля вам дадут деньги, хотя у вас этих акций уже нет. И дали им подписать. вот это доллар купли-продажи. То есть оно тут называлось столичный завод шампанских вин, то есть это второе предприятие. И люди думают, что это им уже как бы задним числом что-то там дают, чтобы хоть что-то получить. Вот оказывается, что они продавали по 10 гривен за штуку вот эти акции второго предприятия. То есть он получается обманул людей второй раз. И получается, что они продали свои акции за бесценок второй раз, только уже второго предприятия. За первое же предприятие получается, что они не получили ни копейки. Это единственный договор попал, тоже был один из замдиректоров, вот, и он смог как бы этот договор прибрать к рукам и передать мне. А у остальных получается, что договоров нет. Так, по тексту то, что там Любовь говорил. А, по тексту он говорил, дает, как он высказался, бесплатную консультацию, что мол, по хозяйственному профессиональному кодексу предметность по всем вот этим акциям распространяется на хозяйственные процессы, и что нужно обращаться в хозяйственный суд по местонахождению ответчика. Ну, несмотря на то, что Женя профессионал, вот, он вводит заблуждение своей бесплатной консультации. Дело в том, что существует разъяснение высшего хозяйственного суда, которое разграничивает корпоративное управление, то есть видеоуправление. Это действительно нужно обращаться в хозяйственный суд. А что касается акций, то это нужно обращаться непосредственно в гражданский суд. И как раз здесь выдержка, что згодно там разъяснение высшего распространения суду, номер таки-то от отношения связанных с объем акций до корпоративных не належат. За рахунем наведено спору про визнание правоволасность на акции, укладание, розъявление, изменение визнание надейсного акций, а спори щодо других правоволасных акций, кроме спори, повязанных с порушением права на придбание акций, не такими, что вникальство корпоративных відносит, залежно від суб'єкт складу, сторін підлягать розгляду господарським або загальними судами, то есть господарсь або загальними, то есть если получается хотя бы одно физическое лицо, оно уже рассматривается в суде загального юрисдикства, то есть в гражданском суде, поэтому бесплатная консультация его как бы вводит заблуждение, это так, походу. Значит, далее он говорит о шантаже, о том, что я говорил о шантаже введения в заблуждение, вот пункт 8 называет, но не буду на этом останавливаться, потому что вот как следует из показаний, то это было действительно так, что это был реальный шантаж, и причем этот шантаж был с дальнейшим развитием событий, то есть там получается, что состав преступления полностью есть. Есть умысел, есть мотив, чтобы единочь лично управлять, и есть цель, чтобы обогатиться, вот, потому что принимались, как я уже говорил, решения, не в пользу всех акционеров, а лично свою пользу, то есть, например, тот же отбор помещения, те же товарные знаки, вот, ну и так далее. Также Женя начал аргументировать правильность сероорганизации коллективного арендного предприятия, вот, и связать это из киевских завод шампанских квинт столичной. Значит, скажу следующее, в данном рассказе он опять лукавит, просто уводит внимание зрителя от реальных событий. Разве я говорил о том, что ЗАО-1 было создано неправильно? У меня там никакой информации не было, что я просто рассказывал историю, как оно создавалось. А неправильность я говорил о том, что коллективное арендное предприятие, оно было, конечно, реорганизовано в этот клон, ЗАО-2. То есть, получается, что когда существовало коллективное арендное предприятие, независимо от него было создано закрытое акционирование в Киевский завод Шампанских Вин Столичный. И за тысячу акций было переброшено фактически все имущество туда. И вот это коллективное арендное предприятие стало называться дочерним предприятием завода производственного торгового предприятия Киевский. А затем тот остаток активов весьма солидных, то есть это пансионат луч 10% часть завода была в этом дочернем предприятии. Это стоимость 1 миллион гривен. Далее товарные знаки тоже солидной стоимостью. Это более 20 товарных знаков было как оценку проводил председатель наблюдательного совета. Один знак потянул то ли на 2, то ли на 3 миллиона гривен. А их было 20, посчитайте сколько это стоит. И были еще и другие активы. несмотря на эти миллионы сумм, которые остались в этом дочернем предприятии, это предприятие было продано по договору купли продажи валов активов за 20 тысяч гривен. И когда возник, например, спор по лучу, завод как раз потерял луч из-за того, что это была такая реорганизация. то есть эта реорганизация противоречила законодательству и это было подтверждено судом. Значит, Женя указывал о том, мол, мотивировочная часть и что оно к делу не касается. Но он опять же упустил момент, что решением суда по лучу коснулось и другого обстоятельства. Значит, было встречное исковое заявление о признании этой сделки фиктивной. И это заявление было удовлетворено. Значит, я зачитаю пару предложений мотивировочной части и потом результивную. Значит, футбольный клуб Таврия просить вызнатый удаванным первичином частині приемного дочириного підприемства до столичного завода шампанецьких вин. Доводи позывача про то, что данный договор є договором приеднания, на підставе якого до позывача перейшли сукупні валові активи зазначеного дочириного підприемства, у тому числі право на частку вартістю 950 тисяч гривен у статутном капитале пансионата лучцев суд вважает не обгрунтованным и в конечном итоге вирішил суд то есть это уже не мотивирующая часть а результивная значит в позове столичный відмовитый а зустричный позов футбольный клуб Тавря задовольный и потом признать удаванную угоду в частині приеднания дочернего підприемства киевский завод шампанских вин столичный киевский до зад столичный завод шампанских вин укладенным между киевским заводом шампанских вин столичный и зад столичный завод шампанских вин Ну, короче, удаванное. Кроме того, следует указать, что данное приеднание, оно противоречит также части 5 ст. 34 Закона Украины про предприятие Украины, также противоречило определенным пунктам устава существующего. То есть, даже если бы не было этого решения, то все равно бы оно противоречило определенным статьям. И тогда, как бы, вызывает двойное недоумение, что, несмотря на то, что знал директор, также предупреждал, когда уже были немцы, я о том, что существует такое решение суда. Но, несмотря на это, товарные знаки, которые были там, они были проданы немцам. То есть, получается, что права и обязанности, которые перешли к столичный завод Шампанси Квинн, они незаконны. То есть, каким образом они переоформляли, я не знаю. То есть, получается, что переоформляя в департаменте интеллектуальной собственности данные товарные знаки, они скрыли вот это решение суда. Соответственно, весь этот переход незаконен. Соответственно, перешли и часть акций, которые киевский коллективный арендный купил за свои миллионы, передал свое имущество, ему было 1000 акций передано. И вот эти 1000 акций еще попали вот этот столичный завод Шампанских Квинн бесплатно. То есть, получается, что тоже не имели права продавать вот эти 1000 акций. А на сегодняшний день я знаю, что вот это предприятие, предприятие с кодом 00416380, которое не подлежало приватизации, которое должно было приватизироваться, сейчас выключено с реестра. Вот, то есть, это как бы весьма интересный момент тоже. Вот, так что упрекать меня о том, что не было там, что я говорил, что якобы аферы там не было, ну, я не знаю, как это все назвать. Далее, вот, как я отметил, что он отвечает на вопрос относительно цене акций на заводах, о цене акций заводов. И что считает, что они там, может, стоят около 20 долларов. А названная цена там 300 долларов, вот это чье-то больное воображение. Значит, это больное воображение, как он высказался, вот, я видел интервью Белика, он подтвердил, что эти акции были оценены, и они стоили 300 долларов. Еще, вот, при заводской оценке. Мало того, у меня весьма есть интересный один документ. Значит, товариство с обмеженной ответственностью, аудитовская фирма Эверест. Высновок специалиста-экономиста с питанием выкладано в западе УБОЗ МВС Украины, миста Киева. Значит, это получается, что аудитовская фирма на запрос УБОЗа сделала такой вот высновок, как экспертизу стоимости. По заявлению работников началось проводиться расследование, вот, и, скажем так, была поставлена цель, чтобы подать гражданский иск. Была проведена аудитовская проверка, вот, чтобы посчитать убытки, и аудитовская фирма насчитала, вот, только по акциям, почти 65 миллионов гривен от убытков. То есть, получается, что, ну, значит, прочитаю тут один момент. Вот, значит, здесь указывается, что на момент сделки, вот, когда вот сделка с немцами произошла, там, по сделкам, значит, стоимость акции составляла 1549 гривен за штуку. И потом по еще одной сделке 1510 гривен за штуку. Ну, грубо говоря, 1500 гривен. То есть, на тот момент, как я помню, и это есть в договоре купли-продажи с Хенкелем, цена доллара была 5 долларов. Соответственно, тут 1549, значит, это даже больше, чем 300 долларов. То есть, вот это заключение. Вот, так что больное воображение, вот, он там думает, что, может, мое больное воображение, или не знаю кого, вот, ну, вот, заключение официальное. Вот, ну, гражданского иска так и не было, потому что, как я вам говорил, на определенном этапе дело было разделено на два момента. По финансовым злоупотреблениям и было решение суда Голосиевского района, который, как я говорил, никакой территориальности не имел. Вот, а вынес решение, что скасоваты постановку про порушение криминальной справы. То есть, к суде надо было спросить, на основании чего он вынес такое решение. Имел ли он вообще право рассматривать. Вот, а по вопросу акций корпоративных прав, значит, Подольская РОВД, как каким-то образом, Субоза, но попала туда. Вот, и те написали, немае складу злочину. Ну, как они всегда пишут, что немае складу злочину. Разве что, если человека у них возле РОВД превселюдно там порежут куски, вывез, вывезся тут тело. Вот тогда, может, они скажут, что есть склад злочину. Может, это так. Далее, в своем интервью Евгений высказался, что моя основная цель – это корпоративный шантаж. То есть, чтобы выгодно продать акции. Вот, то есть, скажу сразу, что это просто бред. Имея такую убойную информацию, вот, я мог бы с самого начала, еще два года назад, зайти и сказать, ребята, я имею то-то и то-то, вот, давайте хорошо разойдемся, и будет вам намного дешевле. Вот, и все. Ну, я могу с уверенностью сказать, что ни с письменными, ни с какими устными просьбами я на завод не обращался по данным вопросам. И даже намеков не давал никаких. С их стороны был намек о весьма очень хорошей сумме. Но на что я, как бы, тоже дал, как бы, видя намек ответ, что я предателем никогда не был. Сумму за акции они предлагали, или какую сумму, за что? Значит, был задан вопрос. Вот, ты бы оставил все это, если бы тебе предложили 200 тысяч долларов. Вот, на что я ответил, нет. А кто сделал это предложение? Мне бы не хотелось называть этого человека, но человек, он близкий директор. Я его знаю, не хочу назвать. Ну, это, как бы, был такой намек. То есть, не было предложения, но так, как бы, было озвучено. Вот, на что я ответил, что я предателем никогда не был, вот, и, я, скажем, подписал людей, обратной дороги нет. И было бы непонятно с моей стороны, что я, вот, все, как бы, толкая других, вдруг, ни сто, ни сего, взял деньги и сбежал. Вот, поэтому, тут однозначно, что это, с его стороны, вот, ложь. И, тут уже я мог бы подать на него в суд за такое. Женя упоминает об идеологических принципах. Вот, что, мол, люди хотят, вот, чтобы это принадлежало тотому коллективу. Так не бывает, вот, вот, что, мол, они там продали, вот, и какое они там имеют право что-либо говорить. Вот, вот, я не считаю это правильное. Вот, это все равно, что вы хозяин квартиры, а к вам пришел посторонний человек, подделал документы или еще что-либо сделал. И вы стали теперь, наоборот, у него, вот, арендатором. Или еще хуже, там, вот, что вообще, там, бомжом. То есть, тут именно была у людей собственность, которую они наработали годами. Вот, лучше всего это можно навести показания Ковалева. Значит, ну, параллельно, я как бы, зачитаю так же, как и на других давлениях было. Вот, значит, в марте 2008 года из-за постоянного психологического давления на меня, например, решали важные производственные вопросы через моих подчиненных, специалистов, минуя меня. Отобрали служебный мобильный телефон и так далее. То есть, ну, то же самое делали с другими специалистами. Отбирали, там, мобильный служебный автомобиль, компьютер. Не разрешали подчиненным обращаться, вот, к руководящему составу. Вот, и, конечно, часть руководства увольнялась, вот, а часть просто сокращалась, те, которые были более толстокожими. Вот, и как раз, вот, я хочу зачитать то, что Женя говорит о биологических принципах. Значит, вот то, что пишет, давал показания официально Ковалев, правоохранительные органы. Значит, началось время, когда рождались новые формы собственности управления. Люди почувствовали, что они могут реально рассчитывать на результаты своего труда, обеспечить свою старость. Каждый работой на заводе приумножал плодами собственного труда имущество предприятия, которого принадлежало всему коллективу. И со временем это наработаемое коллективом имущество выразилось в выпущенных акциях. Но директор завода Мацко, исходя из анализа его дальнейших действий, самолично решил, что все это, что наработал за мной года весь трудовый коллектив, должно принадлежать не каждому члену трудового коллектива в зависимости от трудового участия и других факторов полезности каждого, а лично ему. Он при активной поддержке председателя наблюдательного совета Линзиона Валентина Оксича, определенными преступными действиями, мошенничеством, ведением заблужений, используя должностных полномочий в личных целях, присвоил результаты моего труда и труда каждого члена коллектива, чем нарушил права всех акционеров Казахстана столичной. Ну и дальше он как бы это расписывает, как это все происходило. Вот это я уже зачитывал, когда Ковалев высказал, что отдайте акции, а ему сказали, что тебе не акции, а дуля положено. И тут он упоминает о Линзионе Мацко, не упоминает о Романском, но на то время еще Романский активно не подключался, он подключился потом. И есть показания, также свидетельские других людей о том, что Романский тоже в этом участвовал. Так что, скажем, те претензии, которые, например, Женя высказывал ко мне и грозился там судом, я не знаю, я не скромлял его. Скажем, для него я лично не Сережа, а Сергей Валентинович, между прочим. И скажу так, у меня цели нет наказать лично его или кого-либо еще. То есть, я не хочу крови, я не хочу садить Мацко, того же Женю, который во всем этом участвовал, в том числе и Романского. Я не преследую этого. Я человек верующий и считаю, что придет время, и они ответят перед другим, судьей перед Богом. И, говорится, Бог им судья. А моя основная цель, это вернуть людям то, что у них отобрали преступным путем. Значит, по стоимости хочу также сказать, по публикации, например, с интернета. Вот то, что 300 долларов, но хочу сказать, что это 300 долларов, опять-таки, без оценки товарных знаков. А если бы еще товарные знаки посчитать, то, пожалуй, стоимость была то, что вот называют в интернете. Вот, значит, напитки сливаются и поглощаются. Это ряд публикаций было, это одна из публикаций. Значит, пишется, лидер отечественного рынка, и это действительно лидер, киевский завод шампанских финн столичный, перешел под контроль немецкой компании. Такой-то сумму сделки стороны не разглашает. Однако, по оценкам экспертов, Казашиле обошелся немцам в 60-80 миллионов долларов. Но официальная цена... Где эти миллионы? А это надо спросить уже у тех, кто участвовал в этой сделке основной. То есть, господин, наверное, Мацко, господин Линзион. Вот, и активное участие принимал еще и Романский. Вот, наверное, у этих трех лиц и надо спросить, где эти миллионы? Я знаю, что они в Швейцарию ездили, вот, в командировку. То есть, командировка, вот, ну, причем там, какое отношение имел завод к этой командировке? Ну, вот, ездили вдвоем, что Романский, что Мацко. Наверное, там надо искать. Напоследок мне бы хотелось по просьбе работников завода, сегодняшних работников, которые в настоящее время работают, зачитать то, что происходит на заводе. Значит, мне принесло, вот, несколько работников, я напечатал, обещая им то, что их имена не будут, фамилии озвучены, вот, так как они боятся быть уволенными. Вот, но, если завод будет, когда они будут уверены, что завод все-таки будет на стороне, вот, коллектива, эти люди засветятся и подтвердят, что это непосредственно писали, вот, они. И сейчас мне продолжают еще поступать подобные, вот, письма людей, вот, о том, что сейчас происходит. Вот, я начну. Значит, назвали так. Пояснение распространяющих заводов, я працедникам на данный час, про то, что сегодня отбывается на заткнике в ШВ Столичный. Керевство КЗ ШВ Столичный весь час заявляет, что на предприятие идет успешная модернизация виробництва, улучшается качество продукции, улучшается продажа продукции, и вообще все гаразд. Про то, что насправді происходит из працующих на заводах працедникам, мало кто, а может и никто, наважится открыто рассказать, бо боится втратить свое рабочее место. Адже майже усі невдоволені, вже звільнені Романским. Людей повністю залякали. Модернизация полягає в том, что закупается старое обладнание заводов корпораций Хенкель. Останнім таким придбанием є машина для укладания пляшок в короба. Кроме того, что данная машина далеко не нова, вона за своими параметрами не подходила до лінії розливу, яка працює на предприятии. Пройшов досить тривалий час, поки заводские працедники смогли налагодить работу данного агрегата. В своїй зустрічі з трудовим колективом 2008 році генеральний директор БАД заявил, що з часом на підприємство залишиться близько півсотні робітників і кількасот менеджерів. Тобто їм вітчизняне виробництво не потрібне. Їм потрібні лише виробничі сили для продажу їхнього імпорту. Даний задум з допомогою Романського успішно втілюється в життя. Робітників скорочують, а менеджерів набирають. Цікава історія вийшла з прибиральницями в адміністративному корпусі. Їх було переведено прибирати виробничі цики замість звільнення них. Адміністративний корпус почали прибирати працівники приватної фірми, хоча дане прибирання обходиться в декілька разів дорожче, а головне те, що скоротився штат працівників. Особливо Романський переймається ремонтними роботами на підприємстві, які не припиняються вже другий рік. Під час цих ремонтів було знищено мармурове облицювання сходів, а замість нього покладена сіра дешева плитка, збито гранітні плити зі сходів, що вийдуть до сшивки коробів. І замість натурального каменю покладена вся та ж дешева плитка, зірвано паркет на гвинтовий сходок і теж замінено на плитку. Також на даний момент знищено паркет покриття біля лабораторій. Слід зауважити те, що зірваний паркет був у гарному стані, і мих би ще слугувати не один десяток років. І такі безглузді ремонти відбуваються по всій території підприємства. Так буквально закопуються сотні тисяч гривень. В той же час поруч в лабораторію протікає дах, і дороге обладнання заливається водою. Дах протікає не тільки в лабораторії, а ще й в багатьох місцях на виробництві. Скільки було викинато коштів на дані ремонти, можна судити з того, що бригадир зі сторони підрядника з початку ремонтних робіт приїздив на роботу на старому ланосі. А на даний момент вже придбав сольфваген ціною під 30 тисяч доларів. А скільки має з цих ремонтів Романський і власник фірми-підрядника, можна тільки здогадуватись. Якість продукції, яку так вихваляє керівництво підприємства, теж за останні роки різко погіршилась. Почастіше ли випадки повернення продукції і запотемнення, і випадку в осад? Багато постійних споживачів київського ігристого теж відзначають погіршення якості шампанського. Таке падіння якості пов'язане з недотриманням технологій виробництва, бо на підприємство не залишилось професійних виноробів. Там внаслідок постачання на підприємство неякісних винноматеріалів. Працівник заводу задкася столичний. Ось таке. І ще одно. Пояснення розповідь працівника ЗООНу, який є працівником на даний час, про те, що сьогодні відбувається на Казахсті столичний. Пояснення було написано на російській мові, на другому мові і оригіналу, також на російській мові. Значить, я работник Казахсті столичний, работаю на підприємстві більше 30 років. За це час помінялося 3 директора. Але такого безответственного відношення к робочим, к проблемам розвиття підприємства, а також як веде себе на підприємстві нынешній управляючий Романський, я за все время роботи на заводі ще не бачив. Після того, як Романський приступав к об'язанностям управляючого, почалися глобальне сокращення. Сократили почти весь автопарк, полностью сократили столярний цех. З час пошли сокращення по всім цехам. В компресорному цехі машинисты холодильній установки работали по 2 чоловіка в смені. Работа круглосуточна. Три чоловіка із цеха перевели работать в котельну, оставив по одному чоловіку в смені. Іх же обязали обслужувати углекислотне отделення «Воздушне». Мастер і начальник цех говорили про, що походотайство, то повышення зарплаты. Але прошло год, і никакої доплати за совміщення не сделали, хоча колективним договором це було предусмотрено. Тоді робочі написали заявлення на імя директора і Назовський профсоюзний комітет. На профсоюзному комітеті їм сказали, що повысити зарплату невозможно, бюджет не позволяє, нет денег. В то же время, ідет повышення зарплаты начальнику цеха виноматериалів і ферментації. Пришла на завод недавно, являється чоловіком романського. На 10 тисяч гривень повышення. А також, ідет присвоення заслужженого виноделу такому-то, ну, фамилию називати не буду, который проработав все время на заводі простым водителем і никакого відношення к виноделию не имел. Але зато неоднократно був пойман рабочим і на горячим, коли стояв і подслушував по двері, щоб узнать, що говорять робочі о романському. А потім, все, що слышав, доносил романському. Поэтому у человека этого на заводі, за його полос, практично всі работники, за исключенням людей романського, ненавидять. Також, получив звання заслужженого виноделу його сін, ну, фамилию я теж пускаю, особо приближений человек романського, його доверене лицо по темным делам, который тоже никакого відношення к виноделію не имел. Оба вони за присвоення звання получили по 70 тисяч гривень. І це в то время, коли адміністрація завода говорить, бюджет не позволяє повисити зарплату робочим цехом. Или хоча б произвести доплату, предусмотрену колективним договором. Після вищого помятого назовення робочих, їм сказали, що три чоловіка будуть уволені, хто багато говорить. І так розправлялись вже з багато роботників, і на них місто візьмуть інших. Тобавлю свій коментарий, що можна представити, що за те, що люди написали, о тому, щоб заплатили їм согласно колективному договору, їх вже збирається зараз увольняти. Ну, правком, який существує, це цілая отдельна історія, як цей правком избирали. І скажу одному, що 300 чоловік, які були викинути, цей правком не за одне з 300 чоловік не заступився. Тобто це карманы правком. Тобто повністю, кожен раз давалось согласие на увольнення. Тобто це тільки правком, щоб видаєте путівку своїм людям. Тобто такі закони царять на предприятиях. А також на предприятиях постоянно йдуть ненужні ремонтні роботи. І я так понимаю, що при такому розкладі хорошо роблять відкат і денег. Так, например, Романський заключив догово со строительной фірмою, робочі, які живуть на предприятиях, бувшій прачечній. Работників прачечній сократили. І вони, строїти, поначалу, як вони самі говорили, получали по 12 тисяч гривень. Зараз получають по 8 тисяч гривень. Рабочі ж заводи получають по 4 тисяч гривень грязними. Інтересно, що начальник строительной бригади їздив на старому Дея Оландосу, а нескільки місяців назад купив Вольсваген. Думаю, що коментарі тут злічні. Відати зіграла система відката денег. Тобто інформація підтверджується з двох істочників. Тут моя примітка. Ну, це моя примітка. Виходить, що пише автор пояснаможнення прийти до висновку, що надане фондом державного майна, цілісний майновий комплекс, частково використовується не за призначенням. Тобто, як звичайний готель, тільки оплата за проживання іде не в касу заводу, і не на користь держави, а ймовірніше, відповідними відкатами за проживанням кишені посадовим особам. Далі, це вже йде текст чоловіка. Романський сокращає тільки робочих, а от адміністрацію, наоборот, розширяє. Для нього робочі – це не люди, а бидло. А от менеджера, бухгалтера, секретари – це еліта. У них і зарплати в два рази більше, ніж у робочих. Ну, тут моє примічання. Автор пояснює, лише забув згадати про те, що майже всю колишню адміністрацію, справжніх професійних фактиці, в тому числі бухгалтерів, Романський звільнив, адже вони намагалися протистояти йому розкрадати підприємство. Були звільнені майже всі головні спеціалісти та керівний склад. А зараз набираються люди без досвіду роботи на подібних виноробних підприємствах. Адже Романський потрібні такі спеціалісти, які були мовчазними спостерігачами його фінансових зловживань, або ж, не маючи відповідного досвіду роботи, взагалі б не розуміли того, що він коїть. Ну і далі текст от роботника. Це тільки пункти творіння управляючого Романського, які знають всі робочі предприємства. І ще хочеться сказати за цей ферментацію біохимії. Раньше в смені було 4-5 чоловік, щас же роботи по 3 чоловіка в смені. Об'єм роботи не змінился, а наоборот ще додавався. І заставляє красити акротофори, що раніше делали малярозаводи, яких сократили. І це вони все роботи без всякої допомоги оплати, що не входити в їх должності і об'язанності. Така ж ситуація з слістарями по ремонту. Їх було 4 чоловіка з смені, а зараз 2-3 чоловіка. Насторажується і то, що скоро на предприєті технологів, мастеров і начальників цехів буде більше, ніж рабочих. А зачем було убирати раніх тех же технологів, мастеров, начальників цехів, які мали огромний опит роботи на предприєті, і були настоячими професіоналами, і набирати людей на те же должности, але без опыта роботи в даній отрасі. В то же время, качество опускаемої продукції ухудшилось намного по сравнению з тим, що було раніше. Ідут добавки вітаминів, видача загрузок в акротофори вина ідут на сухих дрожах, на которых оно плохо бродить. І це впливає на качество вина. А вот «хозяином» в кавычках нашого КЗШВ є немецка фірма «Хенкель». Не так давно по телевидену выступав президент України Янукович і говорив, що нужно в Україну привлекати інвесторів, які будуть розширять производство, приглашати на роботу людей, і таким образом у нас не буде безработицы. Але те, що відбувається у нас на заводі, повністю противоречить пожеланиям президента. Хотілося б, щоб президент і його окружіння обрати увагу не тільки на КЗШВ, інвесторів, інвесторів в кавычках, яка є фірма «Хенкель», але й на інвесторські предприятия, де так называемі інвестори, совсем такими не є, тому що роботи не на економіку України, а на економіку своїх країн, викачував, як в нашому випадку, з принадлежащих їм українських предприятий, все, що только можна. «Если б була создана какая-то господарственна комісія по проверки предприятий, де царствують подобні інвестори, то она нашла б сотні грубейших нарушений закона. С уваженням работників предприятия КЗШВ столичний, по скриттум, народу України не нужні інвестори, які приходять на все готове і увольняють людей з предприятий».